Сегодня весь честной православный мир чтит память великого святого, называемого начальником всех российских монахов, основателя Киево-Печерской лавры, преподобного Антония. Родившийся в очерниговских землях и мечтающий еще с измольства обличься в образ иноческий, став взрослым, отправился он по святым местам. Придя на святую гору Афон, возгорелся еще более желанием свершать подвиги, подобно святым насельникам. Там на Афоне он и принял постриг, и, встав на путь добродетели, старался во всем угождать Господу, в особенности преуспевая в покорности и послушании. Да так, что другие монахи, смотря на юного инока, искренне радовались его святой жизни. Игумен монастыря разглядел в Антонии зерно будущего великого подвижника, и по внушению Господа отпустил его обратно в русскую землю, сказав ему, «Антоний, пора тебе и других наставлять во святой жизни. Возвратись в свою русскую землю, да будет на тебе благословение святой Афонской горы. От тебя произойдет множество иноков». Вернувшись на родину, много монастырей обошел Антоний, но не нашел ни единого, где бы велась столь строгая монашеская жизнь, к которой он привык на Афоне. А посему отправился он на поиски уединенного места. И по промыслу Божьему на берегу Днепра, на Берестовой горе, напомнившей ему родной Афон, он нашел пещеру, выкопанную когда-то священником Иларионом. Поселившись в ней, подвязался монах Антоний в молитве, посте, бдении и труде, ведя воистину аскетичный образ жизни. Вскоре потянулись к подвижнику люди. Кто за советом, кто за благословением, а кто-то и вовсе просил разрешения остаться с ним навсегда. Стремившихся к иночеству, святой Антоний принимался любовью. Так начала образовываться Киево-Печерская Лавра, обитель, пожалуй, несравнимая ни с коими другими, явившаяся впоследствии первым духовным центром Руси. Сам Антоний обладал даром чудотворений, мог исцелять больных и немощных. Удостоился он и явления к нему самой Пресвятой Богородицы, которая положила начало строительству Великой Печерской Церкви. Да предсказала святому Антонию близость его кончины. И воистину, вскоре после этого, по истечении почти 40 лет труднического подвига в Печерском монастыре, приставился ко Господу начальник всех русских иноков, как именует его Русская Православная Церковь, преподобный Антоний Киево-Печерский, по которому свершаем мы память сегодня, 23 июля. Субтитры создавал DimaTorzok